Для кого-то просто интересно, а для кого-то общение, которое определит всю дальнейшую жизнь. В средней школе номер 4 областного центра прошла встреча курсантов военно-морского училища имени Нахимова с учениками кадетского класса. Роман Быков расскажет о том, почему будущие офицеры приехали именно в Тверь и почему посетили именно это общеобразовательное учреждение. Бюст известного русского адмирала Нахимова неспроста красуется перед средней школой номер 4 областного центра. Именно здесь уже не первый год ученики обучаются в кадетском классе. 25 человек каждую неделю как минимум час посвящают изучению морского дела. Они, конечно, изучают и типа подводных лодок, и кораблей, которые надводные. Уроки ведут ветераны ВМФ. У нас с ними заключено соглашение. Это, как правило, командиры. Они и преподают ребятам. А теперь руководство школы организовало для кадетов встречу с теми, кто уже носит погоны. Но пока только готовится стать офицером ВМФ. Это курсанты знаменитого Севастопольского высшего военно-морского училища имени Нахимова. Один из них Михаил Жовник. Уроженец Твери, он мечтает служить в силах специальных операций, которые теперь известны на весь мир. В первую очередь мне была очень интересна моя специальность, водолаза-разведчика, потому что это очень необычное дело. Специалистов по этому профилю очень мало. Мы обучаемся всему, чему обучаются спецназовские разведчики. То есть в десантном училище, в Новосибирске, но в то же время у нас усиленная водолазная подготовка. То есть мы умеем не всего понемногу, мы умеем все. Среди тех, кто внимательно слушал курсантов-нахимовцев, которые рассказывали о своем училище, об условиях обучения быта, был и Михаил Самойлов. Кадет признает, что из-за не самого лучшего зрения его вряд ли возьмут в армию. Тем не менее, уроки морского дела он считает очень полезными. Чего только стоит наука вязания настоящих флотских узлов. Я узнал, какие бывают узлы. В прошлом году мы этим занимались. У нас в прошлом году проводились всероссийские соревнования, на которых мы заняли третье место. А вот Дарья Шарыгина всерьез собралась по окончании школы поступать в военное училище. У нее у самой погоны носят и папа, и мама. От них она с детства слышала рассказы о службе. Поэтому девушка твердо решила посвятить свою жизнь профессии по защите Родины. Я буду точно поступать в военный университет какой-то. Скорее всего, это будет в Москве или в Санкт-Петербурге. А чем тебе повлияет военная служба? Ну, это хорошее финансовое обеспечение, в первую очередь. В вторую очередь, мне в принципе нравится военная жизнь. Школьное руководство отмечает, что такие встречи будут проводиться и впредь. Ведь для тех, кто решит сам надеть военную форму, всегда интересно пообщаться с теми, кто уже носит на своих плечах погоны. Узнать о службе в современной российской армии.